Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в новую игру под названием Contrabant Police, в которой нам предстоит работать на границе, и большое счастье, что мне удалось заполучить демку. И друзья, если вам эта игра понравится, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Давайте начинать новую игру, день первый, документы... Ох... Игра обещанной симуляторой, это моя страсть, я знаю, и вам они тоже очень нравятся. Ох, погнали, погнали, погнали. Пересечение границы Карикатки. Аккористан, 16 апреля 1981 года. Просыпайся, товарищ, скоро будем! Так, это где-то, наверное, в Советском Союзе происходит. Ребята поспорили на ящик водки, что в этой обшарпанной дыре и недели не проживёшь, но комиссар в тебя так-то верит. Язык напоминает очень сильно польский, ну, по крайней мере, акцент. Вроде как на английском они говорят, но акцент этот жёсткий-жёсткий. Восточно-европейский. Да, это польский, лучше выполняй все его приказы, иначе кончишь как рожников. Бедный парень, он просто хотел подзаработать. А может это и не польский, а чешский какой-нибудь, я не знаю. Ну, я буду выполнять все приказы, буду работать на 5 с плюсом, я надеюсь. Так, с нас уже кто-то ждёт. Дружище, здорово, я новый работник. Едем мы на каком-то автозаке. Хорошо, мы здесь, теперь доложите комиссару, удачи. Ха-ха, хорошо, спасибо. Как мне выйти, братан? Расскажешь, нет? В бардачке ничего нет. А, вот, дверь открывается. Я вышел, и... Поп-поп, это буханка, ничего себе. Такс. Это и есть тот комиссар, больше похож на какого-то заключённого. А, товарищ, мы ждали вас. Велком на пограничный пост Акаристан в Карикадке. Моё имя, комиссар Андреев. Я вам объясню вашу работу. Где ты, комиссар Андреев? Первое. Сначала зайдите в офис и проверьте факс на наличие особых заказов. Вы обязаны выполнить эти приказы, чем... Прежде чем впускать кого-либо. Хорошо, я побежал. Но разве в те времена существовал факс? На западе-то он по-любому был, а вот у нас... Очень сильно в этом сомневаюсь. Но факс есть факс. Может быть, просто эта технология называлась как-то иначе. Прикольно, реально факс. Теперь посмотрите на свою папку обязанностей и проверьте цели миссии. В папке также есть другие важные вещи, такие как дежурный справочник или карта местности. Это также удобно при проверке документов водителя. Хорошо. Такс. Открываем. Бумажные чеки, имя, фамилия, срок годности, печать, документы, фон, масса автомобиля. Жесть! Тут столько всего, и со всем этим нужно будет разбираться. Просто с ума сойти. Отлично! Приступим! Потяните за рычаг, чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль. Где рычаг? А, окей. А это и есть первые водители. Хм. Ну, обычная жигуляха. Вряд ли там перевозят что-то запрещенное, и вряд ли там едет какой-то преступник. Давайте впустим его. А вот рычаг. Хе-хе-хе. Подъезжай. Так, остановись! Стоять! Это, видимо, весовой контроль, да? Для въезда в Аккаристан у водителя должны быть действующие документы. Попросите его показать вам документы. Так, смотрите. Да, действительно, это весовой контроль. Масса автомобиля 1230 килограмм. Ну, вроде нормальная. Но я сперва, конечно, обыщу машину. Ну, тут всякое может в ней быть спрятано. Дружище. Я документы еще не просил показать. Здорово! Ха-ха-ха! Попросите показать документы, давай. Покажи свои документы. Ты, чувак, я ж тут сижу, братан, ты чего? Ну, ладно, я типа не гордый. Я выйду. Ха-ха-ха! Надо было сидеть и ждать, пока он реально протянет их мне. Давай сюда документы. Так, а теперь посмотрите еще раз на свою служебную папку. Каждый водитель должен иметь как минимум... Теперь проверьте, совпадает ли имя водителя в обоих документах. Ха-ха-хорошо. Так, с номер регистрации. Матвей Пономарев. Ну вот, Матвей Пономарев совпадает. Не забудьте отметить все найденные ошибочные данные по документам и неисправности автомобиля в специальном отчете о техосмотре. Погоди, ты меня загрузил. Ошибки в документации единственная причина для возврата. Погоди, погоди. Номер регистрации проверять не нужно. Тип машины завет. Максимальный вес подходит. Тип нормально, отчет. Отчет о проверке. Имя, фамилия, зашибись. Все, готово. Ну, а что мне еще проверить-то? Не может. В смысле, не может. Так, тип машины. А здесь нет. Номер паспорта. Это, наверное, немного не то, что я ищу. Номер паспорта. Это карточка автомобиля. Почему я должен проверить? Ну, как бы, все нормально. Получается, все нормально. Все подходит. Я могу поставить печать, да? Плоские шины. Повреждения. Давайте повреждения посмотрим. А теперь прими решение, впустить его или нет. Погоди, погоди. Ну, имена совпадают. Все нормально. Но надо провести визуальный осмотр автомобиля. Вдруг какие-то проблемы есть. Колеса вроде бы не спущенные. Какие еще пункты имеются? Сломанные окна. Сломанные огни. Отсутствующие зеркала. Кузов. Сломанная лампа кабины. Ну, стекла целые. Двери тоже. Все как бы нормально. Выглядит приятно машинка. Да, немножечко покоцанная. Немножечко ржавенькая. И посмотрите, колесо, по-моему, это самую малость подспущено. Поэтому давайте плоские шины мы сделаем. А как принять решение? Впускать его или нет? Что я должен нажать? Типа, окей. Печать поставить, может быть. Не знаю. Может, кнопку нажать? Ну, это мы ее... Ну, ну, типа, я не знаю. Ну, давайте нажмем рычаг. Вроде как все нормально у него. Фонариком могу посветить. Братан. А, я могу документы отдать тебе, да? Ха. Все, теперь понятно. Ну, впускаем, братана, впускаем. Все, братан, давай, езжай. Все у тебя хорошо. Сейчас будем проверять следующий автомобиль. И пока мне все очень нравится. Поехали. Хорошая работа. Это было правильное решение. Вызов следующего водителя для контроля. Я что, что-то неправильно сделал? Сверху было написано. Не успел посмотреть. Блин, ладно. Ладно. Ошибку допустил. Ну, колесо было спущенное одно вроде. Здесь колес спущенных нету. Я сразу вижу. Этот водитель не является нашим гражданином. Все иностранцы должны дополнительно иметь действующий документ. Обслуживать этого водителя в нескольких случаях. Так, стоп. Как он вообще помещается в эту машину? Во-первых. Так, я визуальный осмотр проверю. Двигатель в норме. Никакой контрабанды нет. Колесо спущено. Посмотрите, что с ним. Как он едет. Стекло разбито. Блин, братан. Еще и лобовое стекло разбито. Из какого ада ты выехал сюда? Давай пообщаемся. От Матура. Давай, документики. Итак, зовут его, получается... Зовут его Ярель Аллагулев. Прикольное имя. Максимальный вес 550. Вес автомобиля какой у нас? Проверим. Ой, вес недопустимый. Блин, так это злостный нарушитель. Что он такое везет? Непонятно. Может, он сам по себе тяжелый? Так, Ирель... И имя, фамилия неправильные. Разрешение на въезд. Как бы... Пасп... Вообще, Анагулев. Паспорт и разрешение совпадают. Но карта автомобиля поддельная, получается. Тип машины Молькер. Я не знаю, Молькер это или не Молькер. Действителен, да... Ой, так у него еще и паспорт просрочен. Ну, блин, его пускать нельзя. Посмотрите, у него одни проблемы. Правильно управляете тремя автомобилями. Офигенно. Офигенно. Ну, смотрите. Паспорт истек у него. Сейчас 16 апреля, 81-го. У него до 80-го года паспорт. Внешность у него очень подозрительная. Номер паспорта уже даже и смотреть смысла нет. Короче, причина въезда сделка. Я думаю, что... У него одна плоская шина есть. Сломанные окна. Четыре вроде. Сломанные огни. Давайте перепроверим. Ну, вроде... Вроде нормально. Немного отличаются по цвету, но... Я не знаю. Может, в этой машине так и задумано? Не, огни нормально. Под огнями подразумеваются стопудово фары. Так, отсутствующий бампер. Бампер на месте. Сломанная лампа кабины. Давайте проверим. Так, мне надо съесть внутрь, чтобы понять, да? Так, лампа кабины. Что имеется в виду под лампой кабины? Что это такое? Капот. А почему в той машине под капот я не заглянул? Я не знаю. Так, проверим. Колесо. Какие-то баночки с жидкостями. Ладно, братан, понимаешь меня? Я не могу тебя пропустить. Конечно же, нет. Езжай обратно. Нееет! Да, братан, да. У тебя куча неисправностей. Хе-хе-хе. Ну, вроде как хорошо. Возможно, с количеством разбитых окон я немного ошибся. Ну, это как бы мелочи. Мелочи. Проверка неисправности автомобиля. Минус 10 баксов. Ну, как бы больше заработал, чем просрал. Так что все здорово. Давайте следующий автомобиль. Это у нас Нива. Самое настоящее. Чувак в шляпе. Он возомнил себя ковбоем. Я не понимаю. Так, с вес автомобиля сразу проверим. 1290. Давай сюда документы, братан, для начала. Все в порядке? Сейчас мы просмотрим. В порядке или нет? Максимальный вес подходит. Валентин Борисов. Имя совпадает. Номер регистрации. Мне бы посмотреть, да? CCL. 7203. XF. Все хорошо. Тип машины FAS22. А вот по поводу типа машины, я не знаю. Как узнать мне тип машины? Так, фонариком посветим на колеса. Вроде все цело. Бампер на месте. С колесами все хорошо. Под капотом что у нас? Неисправностей не наблюдается. Все цело. Свежо. Хорошо, братан. Разбитое стекло. Я его чуть не пропустил. Так, одно разбитое стекло, я вижу. Давайте внесем это в протокол. Сломанное окно. Одно есть. Так. На что бы еще внимание обратить? Я уверен, что не все у него в порядке. В бардачке. Пусто. Ладно, братан, не переживай. Все будет хорошо. У меня нет причин тебя не пускать. Мы тебя просто оштрафуем. За небольшую техническую неисправность. Но в общем и целом, можешь ехать. Давай, закрывайся. Я не могу закрыть бампер. Капот. Он не закрывается. О, закрылся. Да, братишка, давай. Все у тебя нормально. Вроде как. Большое спасибо. До свидания. Давай, дружище, не нарушай больше. Посмотрим. Правильно, неправильно было? Надеюсь, что правильно. Недействительная карта автомобиля. Невнимательно на что-то я посмотрел. Возможно, у нее срок годности истек. Не понял. Вроде все было хорошо. И номер совпадал, и фамилия. А в чем тогда была ошибка? Я даже и не понимаю сейчас. Так, придется еще более пристально наблюдать, какой вес автомобиля. 1480. Давай документы. Да, это необходимо. 1480. Он не из нашей страны, во-первых. Максимальная масса подходит. Тип машины. Похоже, тип машины тогда не совпадал. А как я узнаю тип машины-то? Я не понимаю. Где номер модели? Так, номер. YZC 507. 2... Ага, номер не подходит. Номер не совпадает. Амап. О, так тут у него еще и... Фамилия мужчина. Номер и паспорт. Короче, ну. У него все плохо, друзья. В паспорте куча ошибок. Жаль, перенести нельзя. Блин, неудобно. Так. Имя, фамилия плохо. Далее. Машина. Я фиг его знает. Дата истечения нормальная. Здесь разрешение на въезд просроченное. Номер регистрации у него неправильный. Повреждения. Бумажный фон. Я не знаю, что значит бумажный фон. Тип машины. Я тоже не знаю, как проверить. Бумажный фон. Номер паспорта. Вот тут не действует. Номер паспорта тоже ошибка. Блин, а как они вообще пытаются проехать, когда у них столько ошибок? Транзит. Ладно, давайте еще и на повреждения посмотрим. На повреждения. Опачки. Поворотник разбит. Ага. Сломанные огни. Раз. Бампер. Нормально колеса, нормально. Здесь очевидных повреждений кузова я не наблюдаю. Все вроде цело. Колесо спущено. Отметили. Второе колесо спущено. Отметили. Под капотом что у нас? Огней больше нет поломанных. Капот тоже в порядке вроде как. При беглом осмотре я не выявил никаких нарушений. В бардачке у него стопудово лежит что-нибудь жесткое, запрещенное. Хотя у него нет бардачка. Небольшая проблемка, да, дружище? Когда у тебя бардачка нет. Ну, это можно считать повреждением кузова? Вот я не знаю. Или это просто текстурка криво легла? В любом случае, я его не пропускаю. Поэтому, братан, давай-ка... Я тебя накажу. Нет, проехать нельзя. Просто подожди отомщение! Чувак, я никого не боюсь. Я работаю на границе. Таких, как ты, у меня за день 20 тысяч человек. Так что езжай. Плевать я хотел на тебя. Мне надо зарабатывать деньги. У меня всего лишь 30 баксов. Я за прошлую машину очень много просрал. Минус 90 было. Это ужасно. А здесь все прям идеально. 290 баксов. Ну, и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, игра вам понравилась. Я бы поиграл в нее еще. Пишите, что вы думаете о ней. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok